СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТЕ 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 СОЦИАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТЕ СОЦИАЛЬНАЯ МУЗЫКА СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТЕ СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТЕ СОЦИАЛЬНАЯ МУЗЫКА СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТЕ СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТЕ Мудрость говорит о том, что это очень плохое состояние нищеты, что тут не знаешь, как ты можешь себя повести. Мы можем все говорить, что мы умрем с голодом, закон не нарушим. Но мы можем только это говорить. На самом деле, когда придет голод, только тогда мы увидим, что мы можем. И точно так же и раз богатев. Парел говорит, я научился жить и в нищете, и в достатке. Ну, казалось бы, ладно, в нищете надо учиться жить, а в достатке еще, оказывается, и в достатке надо учиться жить. Чтобы потом не сказал, как тот человек, много добра у меня на долгие годы лежит, начнешь ладовые ломать, новые строить, чтобы это забить. Он говорит, безумный, всю ночь душу у тебя заберут, кому это все достанется. И вот тут тоже ты понимаешь, что должен быть дар Божий, чтобы ты понимал, что тебе есть власть только была часть от того, что сегодня Бог тебе дал ресурс. Ведь Бог дает силу человеку приобретать богатство и все остальное. И, наверное, мы можем посмотреть ролики, может, какое-то одно из направлений. Ну, я вам скажу, как бы, я даже, мы сделаем такой обзор состальной работы, может быть, церковной. Но если мы говорим сегодня про тюленные служения, то сегодня в Украине в местах лишения свободы находится порядка 60 тысяч человек. То около 2000 осуждены уже, имеют приговор, пожизненно лишены свободы. Три недели назад первый пожизненный осужден и вышел на свободу. И то... Ну, кстати, такое сомнительно, потому что как раз будет... Этого можно было бы не отпускать, потому что я его лично знаю еще и со старой жизни. Да, он очень много милиционеров убил, и он не раскаялся. Просто когда его арестовывали, его лишили зрение, я даже знаю тех обувцев, их и поувольняли потом. И по какой-то международной конвенции, где-то адвокаты все-таки это привели в пример, что ему болезнь, уже по-украински, происходжает. Ну, в общем, что не может нормально отбывать наказание, да, потому что этот... Хотя не обратил внимания суд ни на пожелание руководства учреждения, он в Винницком, в ГУБАИ номер один сидел, ни персонала, который ему служит, ни тех даже священников, которые опекают это учреждение. Он не шел на контакт ни со священниками, ни с психологами. Вот. Ну, тем не менее, это прецедент. Я думаю, что сейчас будет прецедент. Есть люди, которые даже не совершали преступления и отбывают пожизненное решение свободы. Мне кажется, можно было бы начать рассматривать хотя бы с этих людей. Или хотя бы с тех, которые встали на путь исправления, кто осознал, кто раскаялся. И чья жизнь сегодня уже говорит о том, что им уже можно доверить, вот, как бы, да, такую жизнь чистого места. Хотя понятно, что всем нам, как бы, Бог дал возможность писать новую жизнь с чистого листа после нашего покаяния. И дальше, как человек этим распорядиться. Но для того, чтобы этот чистый лист начался, у нас должно было быть покаяние, сожаление о содеянном, о том, как мы жили без Бога, там, да, неважно, кто родился в семье уже верующих или неверующих родителей. Каждому было надо личная встреча со Христом, переживание этого покаяния. Но если мы говорим, что 60 тысяч людей находятся в местах лишения свободы, из них примерно 13 тысячи находятся под следствием. То есть их вина еще не доказана. Но они уже находятся, и они содержатся в таких же камерах, как и те, кто на самом деле преступник, и эти находятся в таких же камерах. И вот у нас на это почему-то очень слабо смотрят, что к ним такое же отношение. То есть человеку еще вина не доказана. Но к нему уже отношение, он уже находится в камере переполненной, где-то с грибком на стенах, где и душ, туалет, это все один уголок. И где человек проходит какие-то, да, такое насилие над своей совестью. Сейчас как раз разрабатывается методичка, как ввести себя священнику в колонии, когда он сталкивается с насилием, с издевательствами, с пытками. Был прецедент, когда летом в Одесском СИЗО осужденный, осужденный, осужденный уже тот, кто получил приговор. И он там был как на хозобслуге, он убил сотрудницу следственного изолятора, расчленил ее там по всему этому свинарнику, ее там тело разбросал. Ну, его вычислили, увидели там уже когда, кинулись, что где-то у этой сотрудницы, где-то через видеонаблюдение, он ей сказал, что там у них во дворе небольшой был свинарник, и он сказал, что свинья родила, чтобы там что-то подошла, посмотрела, и, в общем, он там и изнасиловал, и убил, и разобрал на запчасти, это августа того года. Его понятно, что его вычислили, его наказали, но через неделю приехали специально обученные люди и просто поломали весь следственный изолятор, всех осужденных, вне зависимости, чья там была вина доказана, не доказана, все, кто... Конечно же, служба заявила, что такого не было, ну, там был один православный священник, который он видел осужденных в синяках, он вышел на фейсбук и сразу написал, ну, такое целое послание. Ну, вот, служба заявила о том, что он лжец, ну, это прочитали правовики из офиса бусмена по правам человека, прокуратуры, они ночью, наверное, в СИЗО, очень быстро собрали доказательства, что это было, люди были избиты, были все в синяках, там, в побоях, все это сняли, но суть в чем? И после этого прецедента усложнилось служение у всех, служителей священников, которые трудились в этом школьном изоляторе. Понятно, администрация была не в восторге. Почему так произошло? Этот священник, когда столкнулся с насилием, с пытками, да, с убиением, ну, невиновных, он сразу поднял шум. Почему он так сделал? Скорее всего, потому что он не знал, как себя вести. И он действовал на основании своей совести, на основании того, что он увидел, и он поднял шум. Понятно, это не все одобрили. И вот начали сейчас вырабатывать такую стратегию, как вести себя капеллану, священнику, когда он с этим сталкивается. Первое, чтобы, при том, когда будет реакция служителя или священника, сталкиваясь с такими издевательствами, чтобы его не перестали воспринимать как священника. С одной стороны, если умолчать, то становиться сообщником этого. Не участвуйте в бесплатных делах, но и обличайте. То есть, когда мы видим, и умолчим, и сообщники. Значит, надо обличать. Но Павел пишет Тимофею, что, да, говорит, настоя вовремя, а не вовремя. Запрещаю, вещеваю, обличай, но там есть ключевые слова, со всяким долготерпением и назиданием. Так вот, обличать надо так, чтобы это понесло назидание. Последняя вот эта встреча у нас была во вторник. Были представители мониторинговой миссии из ООН, там еще разные были люди, и говорили, как делать, как поднимать правильно шум, как там это все наказывать. Ну, оказывается, там это есть, потому что в конце, когда уже дали мне слово, я говорю, ну, первое, что Писание говорит, каждый первый в деле своем прав. Но приходит второй, и следует все дело. И суд говорит, судите, наш закон не выслушал прежде вторую сторону, чтобы священник еще мог четко ориентироваться, потому что осужденные могут быть хорошими психологами и манипуляторами. И когда, допустим, приходит священник, или представитель какой-то, у него есть какие-то связи, какие-то полномочия, осужденный осведомлен о полномочиях или возможностях этого служителя, он может ему рассказать информацию со своей стороны. И это может быть цель просто отомстить какому-то офицеру, прапорщику, там, ну, в общем, работнику деревной службы. Может быть, это и правда. Но первое, что хотелось бы, чтобы все-таки в таких случаях священник помнил, что каждый первый в деле своем праве, что сначала надо убедиться в достоверности полученной информации, перед тем, как давать такой шум. Вот в частности, этот правоохранный священник, он поднял такой шум, что как в СИЗО пострадали невинные люди, которые не имели ничего общего с тем преступлением, которое сделал тот рассужденный, так и после этого шума пострадали невиновные люди, только уже в тюремной службе. Почему? Когда оно прошло сверху, приехала прокуратура, начали страдать те, кто к этому не имел никакого... Как на стране часто бывает, да, или в армии, мы тщательно разберемся, накажем, кого попало. Вот, примерно так и произошло. Сказывало отпущение. Да, то есть просто нашли людей, которые как с одной стороны пострадали, так и с другой. И я просто напоминал эти все эмиссии, этому всему уважительному собранию, что мы должны помнить как об одной стороне, так и о другой. Мы не должны, защищая одну, поломать вторую. Потому что священник призвал служить всем людям. И он должен понимать, как это можно решить, чтобы оно принесло пользу. Во-первых, Писание нас учитывает, когда согрешил против тебя брат твой, пойди и выскажи ему, да, между тобой и им одним. Если он покается, приобрел брата. Не послушает, возьми одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей, молотворда, всякое слово. Не послушает, скажи церкви, и не послушает церкви, туда будет он вам как язычники выдать. У меня потом этот председатель с этой мониторинговой миссией, он после этого подошел, сказал мне, вы так много мест Писания цитировали, у нас другие методы. Как этих людей можно примирить? Я говорю, а что вы теперь подцитировали? Головный кодекс. Позвали служители церкви этот, и что я буду цитировать? Я говорил не о примирении даже, а о том, что есть определенная последовательность. Если вы с чем-то столкнулись, попробуйте это решить на местном уровне. И если не принимают, тогда уже выше. Не принимают, тогда еще выше. И так до тех пор, пока огласки придавали, это уже последний шаг. А тут получается, понятно, священник начал с другой стороны. То есть он начал с конца. Он сначала раздул на весь мир, и потом пошла, соответственно, реакция такая. То очень важно, конечно, когда священник будет помнить и об одной стороне, и о второй, что также надо служить и для капелла, и для работников тюремной службы. Для чего еще призвана церковь? Служить неимущим. Когда Павел пришел к апостолам, показать, не напрасно ли он трудился, правильно подвязался, когда они протянули ему руку общения, и, что ему сказал апостол, чтобы он всегда помнил нищих. Павел говорит, что и старались ему исполнить точности. Это, оказывается, тоже очень важно, когда апостолы, они делали на этом акцент. Хорошо, когда церковь может не только проповедовать, но может еще подкреплять это проповедь делами. Когда может находить тех, кому сегодня сложно, кто находится в разных жизненных, сложных жизненных обстоятельствах. И простая вещь. Я слышал пример одного человека, который, когда Бог побуждал его идти служить неимущим, идти на улицу, и он все планировал, как только он разбогатеет, как только станет мне нормальным денег, он сразу и так лет на улицу. А его друг говорит ему, «Ты можешь купить 10 или 15 пирожков?» «Может, 10 или 15 могут, ты вот купи и начни с этого, а дальше разберешься». Он говорит, «Я пошел туда, могу купить даже не 10, даже 30 или 50 могут купить». «Да ты начни с этого». И очень часто бывает, что такое обманчивое понимание, что только я сейчас разбогатею. Буквально через вот такое слово в Сибири начался реабилитация, когда мы начали общаться с этим комиссией. Тут, наверное, вам был как-то Сибири, да? Ну, он здесь. У нас врагов вообще целый момент. Ну, он здесь есть, да? Ну, это когда-то Сибири попросил меня поехать туда, в Сибирь, провести там такое общение по дюремному служению, реабилитации. Я знаю, там, тот пастырь в Надыме, он очень такой активный в социальной работе. Он находит этих людей, где-то их переоденет, накормит и отправляет куда-то на центр. Я ему говорю, «Вадим, тебе надо, чтобы центр был тут, в Надыме. Зачем тебе куда-то их отправлять?» Он говорит, «У меня денег нет, надо, чтобы банк открылся». Ну, что, реабилитацию, ну, что, бомжи, наркоманы, алкогольные, дороги? Говорю, это есть, есть. Говорю, начинай. Я говорю, еще не встречал таких людей, которые бороться с богатев, подумали, что мне сейчас делать? Слушай, надо ли пациентов, надо наркоману тебе потратить. Такого еще и не сталкивался я с таким. Но обычно наоборот, человек начинает трудиться, Бог уже идущему дает силу и дает все остальные ресурсы. И это очень важно просто разобраться, чтобы понять, что социальная работа это неотъемлемая часть служения Церкви. То, что мы собираемся внутри, это хорошо, но это всего лишь место, где люди, чтущие своего Господа, могут усилиться, чтобы могли идти и действовать. И вот как раз в том месте Матвей, когда Иисус говорил одних по левую, других по правую сторону ставил, они не говорили, что у нас не было ресурса, да? Они просто там не видели Иисуса, они не видели в этом нужды. И они были осуждены не за то, что крали, не за то, что что-то употребляли или еще что-то. Просто кто разумеет делать добро и не делает, тому уже грех. Социальной работы сегодня очень много. Можно сегодня пойти в армию, служить для военных, которые находятся. Был Анатолий Кушнерук, наверное, туда проводил секцию. Не знаю, кто на ней был, не был. Но вот как раз задача одна, из задач, вернее, капеллана, который находится там, понятно, первая задача, это удовлетворение духовной потребности. Почему? У человека появляется духовная потребность, когда он сталкивается, ну, с тем, с чем раньше не сталкивался. Война – это такое место, где человеку тяжело остаться человеком. Я очень оберну, что это сердце ожесточилось. Почему многие сегодня слышим свидетельство, когда военнослужащие из зоны АТО приезжают с войны домой, и они очень жестко обращаются с женой, с детьми, они могут это на улице себе неадекватно вести, где-то могут, особенно если еще и под влиянием горячительных напитков, могут вести себя очень неадекватно, особенно если им еще приедет чувство, что они герои, а то все остальные вроде бы сидели дома, и не могут себя неадекватно вести. Как раз задача капеллана – помочь там человеку остаться человеком. Когда кого-то взяли в плен, не вершить само суд. Большое искушение, когда ты вчера у тебя убили твоего товарища, а завтра ты берешь в плен того, кто с той стороны, разобраться с ним прямо тут на поле. Зачем долго затягивать время там, да? Суды, вдруг он там договорится, откупится, а такая же жажда мести. Но вот когда человек начинает вести себя так, он становится уже преступником закона. Когда он стоит на защите своей страны, он законно держит оружие, он законно его применяет. Но когда он начинает вершить само суд, он становится нарушителем закона. И вот как раз одна из задач, это также социальная работа. Помните, когда Давид прошел на войну и одержал победу, возвращаясь домой, он увидел, что все расхищено. Детей, жену ввели, скот увели, имущество увели. И казалось бы, такое вроде бы эйфория победы, такой-то на пике радости, приходишь домой, а дома ворожение. И потом он решил, что часть людей будет всегда оставаться при обозе. И награду, которую будут получать, или имущество, будут добычу делить пополам. Как тем, кто был на войне, так и теми, кто остался при обозе. Потому что это очень важно. И когда солдат сегодня находится, или офицер там на войне, тут остается его семья. И враг ничем не поменялся. И он хочет украсить эту семью. Мы когда начинали служение, ну так уже, более в активной фазе, с теми, кто остался на улице, у меня тоже такое было, думаю, вообще, ну нам надо, не надо, так бы это все служение ввязались. И накануне Нового года иду в магазин, двое мне просят, три гривны, они вам не помогут. Они говорят, да, мы знаем. Я пошел в магазин, покупаем продукцию, потом, ну, вот это спроповедовал. Поехали в магазин, позвал, и начал уже с ним общаться. Второй стоял в стороне чуть-чуть. Один оказался атошник, с войны, с Майдана, прошел Майдан, прошел войну, сам Житомирский. Приехал домой, жена живет с другим, двери перед ним закрыла, выставила его на улицу. Тут нашлись друзья, те, кто ему сразу налили, могли залить это горе. Потихоньку, очень быстро. Из тех, кто принимал тебя дома в гостях, потом в кафе, потом уже и в кафе не пускают, и потом все твои друзья, это вокзал, улица, остановка. А второй, потом уже подошел, начал общаться, вы меня не узнаете, там, в такой бородой. Мы ему служили в 96-й колонии, это городыще, ровно, на особом режиме. Понятно, с бородой его было не узнать, даже, по-моему, когда помрился, он был такой. И как раз первые два человека, которые пришли на центр, по-моему, это были первые два, но, в общем, вот они уже праздновали на центре, к сожалению, они ушли. Но один был отошник, второй был тюремщик. И мы понимаем, что, как бы, те, кто сегодня остались на улице, это не какая-то особая каста, это просто будет, где жизнь пошла, где-то с самого начала пошло на перекосяк. И поэтому сегодня у нас, в церкви, есть отдельное направление, это служение с теми, кто остался, остался на улице. Я даже не скажу слово бомж, потому что не всегда даже бомж, это тот, кто не имеет жилья. Например, в моей жизни были такие эпизоды, когда я жил в подвале, когда я жил в такой же категории людей, но у меня была квартира, не было где жить, мне просто было стыдно возвращаться в свой дом, как бы. То, что Грех сделал с моей жизнью, и, не знаю, возможно, это были остатки совести, но мне стыдно было возвращаться домой, и это было мое добровольное решение, просто уйти, жить в подвал. И я понимаю, когда у меня открылись глаза, по сути, если бы не было тех людей, которые говорили мне об Иисусе, у меня была одна дорога, это в Петлю. Ну, как бы, когда у меня открылись глаза, уже живя какое-то время в подвале, у меня уже желания и сил бороться за жизнь уже не было. Хотя вроде никогда не сдавался, всегда старался как-то выкарабкаться, бороться, но в тот день я сдался. И вот единственное, что меня вытянуло, это слово об Иисусе, которое, когда мне говорили, казалось для меня лишней информацией, но в тот день оказалось единственной жизненно важной информацией, которая дала мне еще надежду жить. И сегодня братья, как раз есть Ярослав, он ответственный за это направление, у нас от церкви два раза в неделю выезжает такой киоск на колесах, втором уже до вокзала, кормит людей, и тех, кто, я не знаю, вчерашние фотографии, которые я смотрел с кормежкой, там кто-то написал в комментариях, они в таких куртках, что, наверное, на сих пор уже брать деньги. Ну, оно так выглядело, оно так надо. Ну, не, я знаю, да, но, тем не менее, я просто помню тот день, когда я уезжал с Миндером, когда месяц назад, и стал общаться, стояли молодые ребята, ну, очень молодые, я не знаю, как бы, я у них не спрашивал, что-то сейчас затевается, только собираются, 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 ну, такие вот люди, как на улице, раз воздух подъезжает, я рекордкур, я, а, вопрос снял, и тот же раз влюбленный, я думаю, какая-то драка будет, или что-то такое, ну, как бы, собираются, 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 люди уже за 15 минут до, или за 20 минут. А на сколько же вы там, какое время это пройти? В вторник, пятница, я сразу же. С 12 часов? Ну, наверное, что-то летим, кого-то скажут, еще и на вокзале. Ну, на вокзале уже, да, ну, там, я думаю, что там уже местные знают, но я же тоже, когда в этот раз, когда я выезжал, просто команда наша выезжает регулярно, там, ну, и как-то у меня была возможность тоже подъехать, братья возвращались кипятком, чтобы как раз первые голода такие были, чтобы чай сделать, и они чуть позже приехали, то есть мне в 12, допустим, в 12-30, но я приехал в 12, и я знал, где они паркуются, я теперь встал, еще сидел в машине, и я смотрю, когда вот это вот, люди начинают сходить и делают вид, что они тут случайно, на сегодня уже нервничают, что они тут, что бутербродов нет, чая нету, опаздывают, что-то они не морят, но я вот взглянул этих людей, когда вот мы начали общаться, и когда их братья начали там кормить, уже их кормили те же люди, которые сами когда-то были, есть видео этого? Так, а вы кормите, а потом кормите? Кстати, давайте включим, давайте вот видео именно этого, чтобы с иллюстрацией. Да, отлично, мы потом эти временные посмотрим, так как у нас же время так уходит. Но еще у нас не было вагончика, мы просто машиной выезжали, брали медикаменты, и на южном вокзале подходили к нам люди, там есть церковь небольшая, где их уже кормят давно, вот мы как бы под этот процесс подходили, мы знали, когда они собираются, в час дня, и вот, мазали им раны, давали таблетки от головы, обезболивающие винты, и все остальное, и братья раздавали им булочки, воду, это было лето, жара, как бы не особо человек в питании, и хочет кушать, потому что на улице было жарко, в основном попить, ну это такой процесс только начинался у нас, что мы начали служить этим людям, и когда ты делаешь, обматываешь ему раны, когда ты, вот мы раздавали такие визитки, брошюрки, и рассказывали ему о центре реабилитации, о церкви, о Иисусе Христе, о изменениях, что мы были такие же, вот этот человек, он уходил из центра, несколько раз, в последний раз он пришел, у него уже были сильные синяки под глазами, если память не изменяет, сейчас напочуй, как на этом из центра реабилитации нашего, это дом в Суздальской, Диму Пике, социальной Упике, государственный дом, туда ездят также наши братья, каждый четверг, и проповедуют Евангелие, много выходцев оттуда идет, за год есть уже плоды, и даже для ответственного этого центра, уже оно как идет на задание, он ободрился этим, потому что раньше ездили, 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 копали, 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 и человек пришел в церковь, а побыл на служении и ушел, пришел, побыл и ушел, и только за последний год, четыре человека, один из них уже принял водное крещение, стал шлем в церкви, остался. Это наш центр на Тарасовке, сначала он был такой транзитный центр, как вокзал, мы приезжали, первое служение, как начали, мы приезжали машины, брали с собой мивину, пластиковые стаканы, заходили на вокзал, и по вокзалу прямо шли. Когда видели грязных людей, которые уже живут, они, их можно было отличить, мы подходили и спрашивали, хочешь кушать? Хочу. И когда наливали ему горячую мивину, рассказывали об Иисусе, о центре реабилитации и забирали их с собой, прямо в машину. Тогда на следующий день мы обязательно делаем справки, РВ и флорография, чтобы человек мог находиться с другими людьми. И они проходили такую адаптацию неделю, и через неделю их увозили на другой центр. И люди, которые хотели остаться на центре, они оставались, которые нет, они просто помылись, переоделись и уходили в мир, откуда же пришли. Потом мы изменили чуть-чуть служения, открыли действительно центр реабилитации, уже идет стройка, мы достраиваемся, открыли там служение, по четвергам, 18-30, проповедуем Евангелие, и есть клады, есть действительно, даже здесь молодые люди, бездомные, это не обязательно человек с большой бородой, который уже 20 лет, уже пьет на улице. Такие в основном на центре не идут. Они уже знают, где ночевать, где теплые трубы, где можно покушать, у них есть свои дубленки уже спрятанные, и летние шорты на лето, они уже привыкли в этом жить. И вот люди, которые до года на улице, они могут еще изменить свою жизнь. Говорят, есть дух бомжа, дух бездомного, вот этот дух гордости, он не дает человеку изменить свою жизнь. Ему не нравится, когда они обманывают, ему не нравится, когда его ставят в какие-то рамки, он хочет жить так, как он хочет, и все, и больше для него никого нет. И люди, которые попадают на улицу и недолгое время, они с радостью приходят и изменяют свою жизнь, сбрасывают всю старую в одежду, берут свой крест и идут за Иисусом. Слава Иисусу! Спасибо большое. Спасибо большое. Да, конечно. Если можно, тоже видео, чтобы сразу можно было комментировать и смотреть. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Чем сто раз услышать. Да, это церковь Скиния, у нас уже очень давно развито тюремное служение, мы занимаемся им уже, я думаю, лет так, примерно лет под 20. Это особый режим, посещают тоже регулярно 21 колонию, мы в Украине посещаем. Это уровень высшей безопасности, то есть, ну, такое, там, где сложно попасть туда, наши братья и сестры приезжают, проповедуют Ивангелие, кто сидит на пожизненном заключении. У нас есть очень много членов церкви, кто отбывает пожизненное заключение, они присоединились к церкви, имеют доброе свидетельство от внутри, в зоне самой, от администрации, что эти люди поменялись. Мы их приняли в члены церкви, преподали вводное крещение. Удивительно, люди очень интересные, знаете, и бывают даже, они тебя сами вдохновляют, знаете, на жизнь. Приезжаешь к ним без какого-то, ну, бывает без настроения, что-то еще какое-то, открывается, когда корюшка в его лицо, это, знаете, сияющее, ты на него смотришь, он, слава Богу, брат, как вы там, что говорят, когда Христос придет, ты смотришь на этого человека, говоришь, Боже мой, знаешь, сам приезжаешь разъедаться от этих людей. Это очень важное служение, да, я сам являюсь плодом этого служения, я покаялся в тюрьме, и поэтому очень считаю важным, чтобы люди посещали колонии, зоны, потому что люди там нуждаются. Очень много задают вопросов. Такие майданчики, где они в дворике, где они выходят, где их уводят со всех камер, чтобы они могли пообщаться. А как часто вас туда пускают? В разных колониях, по-разному. Если особый уровень беспеки на 56-й, мы когда ездим, это как раз, в частности, эта колония, то два раза в месяц мы ее посещаем. У нас есть, если не ошибаюсь, шесть человек, уже членов церкви. А есть ли случаи обместий для таких людей? Первый, вот это был, мы уже, вот один, только один человек. Только один человек. Просто ввести молитвенные больные с длительностью? Да, мы в Верховной Раде, мы участвуем в комитете правовой деятельности. Изменения законодательства. То есть, по сути, уже как бы, уже даже в первом счете в полиции это уже не будет шанс переходить. Они будут оставаться в этой же колонии, просто будет меняться режим, потом, как говорят, они перейдут, как говорят, на крытую, деревное заключение, потом перейдут в зону, потом на меньше режим и, в общем, в сверху концернение. Ну, конечно. Наши члены церкви там служат. Когда наши братья туда приезжают, они сразу говорят, посетить это будет, какую-то камеру посетить, а какую-то камеру, там человек успокаивается, кто хочет предзаверт, даст. Пусть Бог благословит. Очень важно, считаю, это тюрьмам, потому что, ну, люди ожидают и хотят перемены, видят, и видеоролики, и слышат, и видят. Я сам, когда-то отбывал наказание, приходил, смотрел на этих людей, знаете, на верующих, которые приезжают, что-то проповедуют тебе, и мне все время задавалась такая, ну, внутри вопрос, думаю, как эти люди, что такое, ну, неужели они такое, как они, что-то они могли поменять, то есть была внутри какая-то, знаете, вот надежда, ты смотрел, что какие-то необычные эти люди, и потом, после этого, когда Бог уже коснулся тебя, твоей жизни, то ты начинаешь ездить, служить таким людям, и понимаешь, насколько это важно, это Прилудская колония, малолетняя, сейчас 40 человек там сидит, бывает наказание малолеток, но мы постоянно там тоже стараемся служить играми, футболами, очень имеем дружеские отношения с администрацией, администрация посещает нашу уже церковь, приезжает, благодарит за спирт в працию, мы их поддержим очень сильно, в общем завязаны уже у всех, и в администрации отношения, и с ребятами, ребята ждут нас постоянно, проводят такие неоднократно турниры по футболу, которые взаимоскрепляют, становятся такие дружеские отношения. Пока идет матч, один брат служит тем, что он парикмахер, стрижет, ребята там видели, там он сидит, то есть за время матча, он успевает человек 10 подстричь, и в это время он им благовествует, споткнулись, но не отверженные. Да, очень важно, они тянутся люди, хотят жить, смотрят. Тут такие в конце поздравления хорошие, медали, такие, знаете, вроде бы ничего, грамота, но для них это такая грамота, когда он берет в руку, он получит эту грамоту, для него это просто, он ее и маме отсылает, то, что вы туда вообще приезжаете, это для них уже, быть рады. Да. Это отсыл. Ну, скажем так, что церковь все время ищет, какой метод можно достучаться до осужденных. Например, как мы увидели футбольные турниры, когда мы об этом думали, там стрижет сейчас как раз, когда мы думали про футбольные турниры, как-то вроде бы церковь, и футбол, да, что-то общего, но увидели, что на футбольный турнир приходят как раз те люди, которые обычно в клуб на евангелизацию не приходят. И пока идет матч, помимо того, что футболисты могут общаться с противоположной командой, иногда мы еще делаем такие турниры наша команда, с осужденной командой и с администрацией команды. Где мы? В Маневиче на 42-й была игра, что у нас некоторые наши, ну, так мы после первого тайма поняли, кто из них осужденный, а кто администрация. А уровни свирения на поле и спор обсудили. Да, просто такие, знаете, вот, у него не надо, чернородные просто, ну, что же она, нет, ты нашу уже не выдерживали, или ты же офицер, как ты можешь так, какой ты вообще, как ты почвозь сужденный менялся, когда ты сам вот просто вот, вот тут администрация, как бы, ну, они очень тоже воспринимают и с нами находятся на молитвах, а эта администрация уже даже на служение к нам приезжала, где-то пару недель, на воскресенье. Я помню, у нас однажды, кстати, в служении, которое было на вокзале, у нас есть, если Ярослав ответственный за это служение, но у него есть помощники, которые наставниками являются на центре. Один из наставников, это выпускник Белоцерковской колонии, а второй выпускник 95-й Березанской колонии. То есть, их Бог нашел в тюрьме, они освободились, и это особенно работает, когда люди не просто получили там спасение, а сами начинают дальше служить. Помню, когда-то в Березанской колонии у нас был там старший брат, община, у нас почти во всех колониях есть община, и он там хотел жениться. Старая подруга, как-то не вышла, по-моему, и связь, она его нашла через маму, а он дал его телефон, когда сел в тюрьму, когда уверовал, подумал, ему уже не по дороге, а она тоже уверовала, вступила в Завет, в Церковь, причем еще и наше уже объединение, только в Чернигове. Ну и, в общем, мы думали, как-то мы обычно никак не приветствуем свадьбу в Зоне. Мы говорили, что наш человек освободился, а потом уже свадьба. Ну, там, за исключением, свадьбу, по-моему, ты с Юлией тоже в Зоне вырасписывались, знаешь? Да. Да. Ну, вот, это. То мы так думаем, ну, как эта свадьба в Зоне? Ну, у них другая история была, они как бы и до этого уже были там, жили и так дальше. Ну, кстати, только после того, как вы узаконили отношения, да, был дабом детей. Бог нас не ел, да. То есть, да, это во сколько лет? То есть, лет жили вместе, у нас не было детей, да, так и открыто, и все, но только узаконили отношения. И, в общем, этот Александр хотел, захотел жениться, и мы думали, как же его договорить? В общем, не получилось договорить ни родителей, ни ее, ни его, ни их, ни в церкви. Мы все-таки, ну, решили все-таки делать свадьбу. Ну, сделаем это евангелизацией. Пришли в управление, говорим, пойдем сделать свадьбу в Зоне. Ну, такого еще не было. Он позвонил сразу в Зон, на кассу в ту день расписывал 4 пары. Мы говорим, так пускай все 4 придут, мы просто венчать будем наших, те, послушаем слова наставления, помолимся за них. Он, не, не, так не может быть, и мы так будем другим путем. Мы назовем это профилактикой, не, семинар на тему семейной инцидентности. Мы уже сами, как бы, определимся, что у нас будет для примера. Вот. Ну, в общем, подписали бумаги, я об этом первый канал национальный узнал, тоже приехали. Мы купили торты, лимонады, пригласили в Сузонов клуб, была, поставила арку такую, там дорожки, мы группу взяли, все, как церковная свадьба уже, осужденные же собрались, и все знали, что потом будут торты, лимонады, и там после свадьбы один осужденный такой старенький, типа, ну что, говорит, долго сижу, разное, и не могу. И не мог ни один авторитет позволить. Ну, так свадьба, сезон в клубе, и вот так, а они смотрели на этого старшего брата, который в той общине был, он не богатый, не родственникам, не связей, просто был верный Богу, и вот так Господь все устроил. И в тот день сразу несколько человек к общине прибавилось. Я понимаю, что мы должны быть заточены все-таки на том, чтобы всякую возможность использовать на проповедь Евангелия, на всяком месте. Я помню, как однажды, я не помню, в Верховной Раде были, там кто-то зацепил что-то свидетельство, там кто-то свидетельство выпало, что вот не надо их печатать, я что-то так возмутился, и я начал говорить о том, что свидетельство говорит о том, что мы свидетельствуем, что Бог человека освободил, простил, и дал ему этот шанс. То, что человек упал, это просто показывает все-таки свободный выбор человека, но это не умаляет славы Божьей, что однажды Бог его нашел, помиловал, дал свободу. Как человек воспринялся, это сам, это уже вопрос к этому человеку, но не к Богу. И я начал свидетельствовать о своей жизни, вот, я, честно говоря, сначала делали эти дни удивленные, они, видно, не мониторили, кого приглашают, вот, ну, или не проверяли, и, наверное, были в шоке, я вообще туда попал. Я думал, что, в принципе, это последняя встреча, произошло наоборот, начали звать на все мероприятия, начали советоваться, и, ну, дьявол часто обманывает людей, говорит о том, что мы не говорили о своем прошлом, что как тебе будут относиться, но написано, что мы победили лукавого, крови Акзо, и словом свидетельства о своем. Да, мы не должны стыдиться благорестованию Христову, потому что оно и сила Божия по спасению людям. Ова, что ты хотел сказать? Я могу добавить за СИЗО киевское, как мы сейчас посещаем, на Укяновке. В принципе, могу пару слов. Да, конечно, конечно. Для меня это служение стало новым, и я в нем не так давно, год, но теория на служение, оно какое-то, действительно, специфическое, особенно. Совершенно разные, встречаешь судьбу людей. Иногда мы встречаем, вот, проходят родственникам, друзьям, сослужившим на работе, однокурсникам, разные ситуации, и ты, как бы, находишься в более-менее в равных социальных возможностях. То, когда ты общаешься с людьми других социальных возможностей, ну, понятное дело, что, как бы, точно так же, как у них открытые сердца, принятие, Ивана, точно так же, они намного больше бывают и закрытые, потому что, один из дней моей череды посещения СИЗО, здесь, в Океановского, на Малолетке, мне запомнится, и дай Бог, запомнится обычно на очень долгое время. Сидят передо мной три подростка, даже молодых человека, и им там по 15-16 лет, и вот так вот, 15 лет убийства, 15 лет убийства, групповое ограбление, тоже там лет 10-12, и все ждут свои суды, сроки. И я смотрю в эти глаза, и я понимаю, ну, я просто молюсь, Боже, дай мне что-то такое, чтобы я мог, как бы, эти жизни, дать какой-то новой воды, что-то, ну, что-то вообще с ними произвести, чтобы они, в конце концов, не подумали о суициде, и тому подобное. И, как Бог работает в этих ситуациях, совершенно по-разному. Бывает одно простое общение за стаканчиком этого теплого чая, кардинально меняет жизнь. И мы это видим, потому что, бывает стараться так, что одна и та же камера, они занимают очереди, чтобы проситься выйти на общение, чтобы выйти из тюремной копионов со священником поговорить. То есть, там, 285, они уже просто чуть ли не это, вот, нет, мы идем в этот раз, нет, мы идем в этот раз. Люди жаждут. Я хочу сказать, что бывают разные ситуации, но в большинстве случаев люди жаждут этого общения. Точно так же на Укьяновке там есть и женский корпус, где сидят осужденные, как бы девушки. И мы тоже присещали, Ярослав тоже со мной, ну, такие служения происходят, они больше на уровне домашней группы. Не на уровне какой-то семинара, не на уровне какой-то прямой проповеди, а на уровне общения домашней группы. И, соответственно, каждый из нас, я думаю, знает, что в домашней группе более теплая, душевная, в душевном уровне общения. И свидетельств таких, которые были если так пород, там, в сезонном улетке, мы общались с ребятами, они как бы закрыты, но одного все-таки я сумел разговаривать, и он признался, что он является воспитанником и ребенком христианской семьи. И в подростковом возрасте он просто в одно время не смог перейти из воскресной школы в подростковое служение, не прошел эту границу и пошел по откорме. И сейчас он находится и ждет своего решения суда. И я говорю ему, ну, мы поговорили, все поперечаю, говорю, да ребята, подряд, там все словом, не расстраивайтесь, еще все у нас на молодежке будете. И если так, если ты согласен, скажи просто аминь. Так, помолились коротко. И так некоторые аминь, аминь. А этот Матвей говорит, он так сидит, глаза вниз опустил, я говорю, Матвей, не слышал твоего аминь. И он так поднимает, глаза видно так, слезами набирается, он так хотел бы все, и говорит аминь. Прошло буквально несколько месяцев, я был на ротации в АТО, и одна из старших этого служения звонит мне и говорит, его выпустили из зала сюда. Его выпустили из зала сюда, и то, что он молился о свободе, просили, ну, что вы думаете? Вот он вышел домой, на это под домашний арест, и нужно было еще дальше, и дальше с ним работать, как бы. Он все равно пошел под оконами. Отец нашел на котики, там канабис под окном, он добрался, дорвался до интернета. Нужно было все равно работать дальше. И очень важно проявлять людям внимание не только тогда, когда они в каких-то определенных обстоятельствах, но и потом их куда-то поместить дальше. То, как мы говорили о военном служении, точно так же люди возвращаются домой и находят свой дом как бы пустим. Точно так же и здесь. Нужно проводить человека и не отстреливаться, как на одной проблоге его. Ну, такое короткое свидетельство. Такие у нас уже уходит время, я думаю, что мы так еще в концовке помолимся за это социальное служение. Что бы хотел сказать, кто еще, если не трудится в этом, иногда говорят, церковь может идти в тюрьму, церковь может ехать вату, церковь не может, церковь должна это делать. На самом деле это как раз призвание церкви, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. То, что понятно, мы в церкви проповедуем, в церкви служим, это необходимо, это все важно. Но очень важно как раз вот эта социальная работа прийти, взыскать и спасти погибшее. В тюрьме, еще, как уже говорил Владимир, хорошо, когда мы можем там не только проповедовать Евангелие и даже там помогать материально, но по освобождению можем встретить и отвезти на центр реабилитации, чтобы этот ревцентр был как буферная зона, чтобы люди научились жить по-новому. Мы знаем, что центр реабилитации не спасает, спасает Христос, но это может послужить тем местом, где человек может хотя бы на время поменять среду своего обитания и научиться жить по-новому. И согласен с Владимиром, что категория тех, кто сейчас находится, бывает наказание очень разное. Однажды захожу в СИЗО, начинаю в камере проповедовать, приглашать на центр реабилитации. Это было на женском корпусе, СИЗО было в Харькове, стоит женщина, моет тазик, обычная, осужденная, как бы, на она, у нее это даже все похоже, но она говорит, она говорит, а я политическая. Я говорю, да ладно, мне не надо этих деталей, как бы, это была мэра Славянска, Неля Штепа, да, я такая Неля Штепа, я смотрю, так уже, и в ней даже будут не узнать того мэра Славянска, когда я помню, братья брали там разрешение на проведение евангелизации на площади, там еще что-то там, на аренду там, где-то помещение для проведения служений, какая-то была видная женщина, вот стоит обычная, осужденная, уже понятно, без парикмахеров, без ничего, там, мой тазик с этим, обычная камера, никаких у нее не было там, привилегий или еще что-то, я говорю, ну так тем более надо покаяние, мне не надо сейчас рассказывать, как бы, политическое или еще какая, то, что находится здесь, это следствие греховной жизни, сегодня много в тюрьмах отушников, которые, где-то вернувшись, совершили определенные преступления, это, в принципе, тяжелая категория, потому что они чувствуют себя героями, их не так встретили, не подали определенной помощи, и они ожесточенные, находятся там, сегодня там много есть несовершеннолетних, я тоже помню, я однажды, мы привели камеру, несовершеннолетних, мы с ним общаемся, я смотрю, парень прячет книжку, тетрадкой, я говорю, что у тебя под тетрадкой, ну, набирай тетрадку, это Библия, я говорю, где-то ее взял, и он говорит, я из семьи служителя, у нас 9 детей, говорит, я старший, но отец постоянно был на заработках, и все, что мы с ним видели, все это воскресный день, по дороге из дому до служения, и он со мной не разговаривал, с обслужением, я был предоставлен сам себе, сейчас полгода, от меня отказались все, отказались родители, он сидел за убийство, причем в тяжелой форме, очень тяжелой форме, и у него был максимальный, как бы, приговор, и я смотрю на него, ему 16 лет, он каялся, мы молились за него, я беру телефон, его родители, он дал домашний телефон, я звоню в тот дом, берет мама труппу, я спрашиваю, ну, так и так вот, мама Пети, да, я говорю, что я посетил его в естественном изоляторе, я знаю, что вы уже, весь этот срок, сколько он находится в СИЗО, его никто не опекает, из близких, я говорю, я хочу сказать, что вы делаете ошибку, это ваш ребенок, и он не перестает им быть, даже сделав такую страшную ошибку, он каяться в этом, ему нужна поддержка, он сломленный, он очень сожалеет о содеянном, и ему очень необходима поддержка мамы, папы, она начала рудать, она говорит, что сегодня был последний день, сказал, что мы от него официально отказываемся, как от ребенка, и мы взяли в этот день пост, и она говорит, я понимаю, что ваш звонок дает нам ответ, что мы были неправы, на следующий день они отправили дочку с передачкой сразу туда, я не знаю дальше судьбы этого ребенка, но я понимаю, что так нельзя, и никто не оправдывает то преступление, которое сделал этот парень, но я думаю, что то, что сделал этот парень, отчасти, это отпечаток родителей, кто-то говорил, не надо воспитывать детей, они все равно будут похожи на вас, займитесь лучше собой, мы можем детям говорить правильно и лучше, мы сами неправильно жить, но это может сказаться на наших детях, хорошо, когда дети в очень раннем возрасте имеют личную встречу со Христом, но наша жизнь может послужить либо благословением для этих детей, либо наоборот, как быть согласным для детей, и согласность это стать препятствием вере или уклонить грех, и можно своей жизнью стать препятствием вере наших детей, то всегда нам надо доводствовать, помнить тех, кто нуждается в нас, иногда нам кажется, что у нас все плохо, много кто-то говорил, когда вам сильно становится плохо, найдите тех, кому хуже, послушайте, то вам страх станет лучше. Революция завжди отдаёт на смерть самых найкращих, самых наймолодших, цвет нашей нации. А что такое реформация? Реформация сама иде на смерть. И я хочу привітать наших воинов, что вы первые реформаторы нашей страны, потому что вы отдаёте своё життя за то, чтобы наша страна сменилась. Мы являемся капелланами 72-й бригады и несем здесь душпастерскую работу опеки военнослужащих, слово, молитвы, поддерживаем их моральный, духовный дух, их физическое состояние, то есть как-то пытаемся дружить, общаться. Вот нами две девятиэтажки, которые чаще всего попадали под обстрел. Здесь никто не живёт, потому что пролетают периодически сюда снаряды. Его нарисовали учительницу, символ того, что разделивают мирных жителей, обычных людей. И это такая она и учительница, и мама, просто, которая стала заложницей обстоятельств. Боже, Украину сбережи. Сегодня здесь произошло, я считаю, знаменательное событие. Это был футбольный матч между военными капелланами, между военными с передовой и между местными жителями. И я очень рад, что вот такие футбольные матчи, они, мы видели, насколько эта атмосфера была, насколько сильно люди сблизились друг с другом. и это просто символично, что в этом матче принимают участие наши военные, которые на самом деле несут мир. Не война нас объединяет, а нас объединяет мир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова 56-я Роменская исправительная колония, где церковь Скиния несет свое служение более 7 лет на постоянной основе. Цель этого служения – показать людям, ставшим на преступный путь, о том, что есть выход. Сказать им о Божьей любви, о Божьем прощении и о Божьей милости. Сложившиеся за это время хорошие отношения с администрацией этой колонии способствуют духовно-просветительской работе тех осущенностей, с которыми мы имеем там дело. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Корректор А.Кулакова Дорогие, мы находимся в Прилудской выходной колонии. Прямо сейчас имеем такое благословение служить ребятам. Сегодня мы приехали с футбольным турниром. Ребята просили. И вообще имеем благословение. Здесь разные судьбы, с разными ситуациями. Ребята попадают, но уже шестой год мы служим. В Библии написано, что наставь юношу в начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится. Очень важно, чтобы эти ребята уже могли тут переосмыслить ценности жизни и иметь эту встречу с Господом. И вот даже сегодня, общаясь со многими из них, все они понимают только одно, что их сердца, их жизнь может изменить только Иисус. И задача церкви, и в частности церкви Скини, это как раз принести того Иисуса, который меняет жизни, который наставляет на путь, и чтобы тут ребятам организовать эту встречу, чтобы выйдя отсюда, они уже были новыми людьми и не возвращались на следующий режим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И мне кажется, это дополнительное свойство тому, что они точно изменятся. Субтитры сделал DimaTorzok Скинія на вокзалі. Сьогодні медичні капілани служать людям, які хворі, які вбоги, які голодні. Ісус був в тих місцях, де не було де їсти, де була тюрьма. І сьогодні ми проповідуємо Євангелією спасіння. Боже Слово каже, прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я дам мир душам вашим. Ми дякуємо за можливість служити таким людям і розказувати про Ісуса, розказувати про спасіння. Слава Богу за церкву Його. Слава Богу, бляді! Так, що сталося. Таблетки взяв, все воно. Слава Богу за церкву Його. Вісіточка від церкви в Скинье. При выході на свобода, я не було ніколи йти. Я пройшов в соціальний дом опеки. І так вийшов, що прийшли братья з церкви. Ми познакомились і пригласили мене в церкву. Я пройшов на уточнє служення, на уточнє молитву. І я оказався на реабітатію. Щас прохожу реабітатію в церкви в Скинье, в селі Тарасовка. Алігуйя. Слава Богу. Бог Всімогущий. Центр реабілітації, якому майже рік. Сюда приходять різні люди. Із вулиці, і з тюрьми, які просто хочуть поміняти своє життя. Ми проповідуємо Євангеліє тут. Тут відкрите нове служіння. Ми відкрили кампус від церкви Скинія. І люди приходять сюди і пізнають Господа. Ми дякуємо церкві за її турботу. Ми дякуємо церкві за її підтримку. Ми дякуємо церкві, що є можливість, щоб люди минулися. Ми дякуємо церкві. Ми дякуємо церкві.